Усиленный режим карантина вводится на территорию Алматинской области уже с сегодняшнего дня. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Кайрат Бай Мухаммедов. Таким образом, если ранее в Талкургане была приостановлена работа парков и бассейнов, то теперь этот список пополнили скверы и набережные. Центры обслуживания населения перейдут в режим работы онлайн. Услуги, которые невозможно получить на портале, будут оказываться по предварительной записи с электронной очередью. График работы цонов установлен с 10 утра до 16 часов. Банки и почтовые отделения будут работать по предварительной записи с учетом социального дистанцирования. Коснулись ограничительные меры и туристической отрасли. На базах отдыха и санаторно-курортных центрах требуется обязательная установка дезинфекционных барьеров и тоннелей при входе на территорию объектов. Отдыхающим запрещено выходить за пределы территории объектов на все время пребывания и отдыха. За исключением посещения пляжей. С полным текстом нового постановления можно ознакомиться на официальном сайте Акима Алматинской области. Закрыты выезда туристической базы национальной парки, находящейся возле города Алматы. Это Карасайском районе, Толгарском районе, Эмбекш-Казахском районе, Ильийском районе. На территории к ведущим базам отдыха, туристическим базам, пляжам, будут установлены мобильные посты из числа полицейских. В эту субботу и воскресенье, 20-21 июня, отдыхающих не будут запускать к этим базам. Это не касается тех лиц, которые ранее туда прибыли и отдыхают. Они могут продолжить отдых. 0,01% годовых в Алматинской области стартовала программа льготного кредитования торговых объектов через акционерное общество СПК ЖТСУ. Минимальная ставка вознаграждения позволит стабилизировать цены на социально значимые товары. 2 миллиарда тенге выделены из областного бюджета для сдерживания цен на социально значимые товары. 1 миллиард из них предназначен для кредитования объектов торговли и товаропроизводителей. Первый льготный заем в 500 миллионов тенге получила ТО «Собержан Компани». Именно эта торговая сеть имеет наибольший охват населения. За финансовой поддержкой от государства обратились еще 15 субъектов бизнеса. К слову, заявка на получение заема предоставляется в акционерном обществе СПК ЖТСУ. Но окончательный вердикт выносит комиссия по управлению стабилизационным фондом. «Собержан Компани» имеет порядка 11 торговых объектов в шести районах области. И еще два магазина. Сейчас в ближайшее время планируется открытие в городе Талдыкурган. Это супермаркеты «Тоймарт». «Собержан Компани» охватывает порядка шести районов области. Это Карасайский, Елийский, Талгарский, Имбекш-Казахский районы, город Капчегай и Талдыкурган. Освоение идет и в ближайшее время мы будем прилагать усилия, чтобы охватить как можно большее количество районов. В этом году ТО «Собержан Компани» получили льготный кредит. За счет этого мы закупили большой объем соцзначимых товаров. Реализуется по фиксированной цене. На ежедневной основе также нас контролирует Акимат. Но у нас стабильность открытия именно соцзначимых позиций. У нас стабильность постоянная. К комиссии по стабфонду определен дополнительный список кандидатов на льготный заем. К ним относятся девять субъектов розничной торговли. Это магазины в Аксусском, Балхашском, Кигенском, Раенбекском, Талгарском, Уйгурском районах и в городе Талдыкурган. В настоящее время с четырьмя из них уже заключены договоры. В скором времени они получат по 130 миллионов тенге. «Был одобрен список торговых объектов комиссии, которым будет в ближайшее время выделен целевой заем, льготный заем под 0,01% годовых. Дополнительно четыре района будет охвачено по Алматинской области. Но в целом освоение идет». Более 7 тысяч тонн социально значимых продуктов питания на сумму в один миллиард тенге пополнили запасы стабилизационного фонда. Их реализация будет проходить по сниженной цене на субботних ярмарках коммунального рынка и через социальные магазины. С последними СПК ЖТУСУ сотрудничает через агентский договор. «В 20-х числах апреля были выделены денежные средства. На сегодняшний день запасы стабилизационного фонда пополнены семью наименованиями социально значимых продуктов питания». Большое внимание уделено и сдерживанию цен на самый востребованный продукт – формовой хлеб. На его производство для 53 пекарен области приобретено 6 тысяч тонн пшеничной муки первого сорта. К слову, отпускная цена для пекарен значительно ниже закупочной. Разница в стоимости продукта субсидируется государством. Кульмира Тимиргалева, Мадибой Бусынов, Степан Мережко, телеканал ЖТСУ. Преодоленный барьер. Год назад для инвалидов-колясочников здание оптики было неприступной крепостью. Даже с посторонней помощью заехать туда – задача не из легких. С этого ли они? Слишком высокий угол наклона пандуса, отсутствие поручной и кнопка вызова. С такой жалобой инвалиды обратились в Департамент труда и соцзащиты в 2019 году. Руководство офтальмологической сети услышало требования клиентов и проделало работу над ошибками. И даже с лихвой. Помимо исправления вышеперечисленных неудобств для особенных посетителей, создали стол спецуслуг. Кроме того, окошко продавца сделали ниже, на уровне человека в инвалидной коляске. Я инвалид первой группы. У меня поврежден опорно-двигательный аппарат. К тому же имеются проблемы со зрением. Год назад я хотел купить очки в оптике, но, к сожалению, сильно удивился, когда понял, что самостоятельно заехать туда я не смогу. Мы написали письмо и отправили в Департамент труда и соцзащиты. Благодаря им сегодня для нас созданы все условия. Дополним, в прошлом году специальная комиссия Департамента труда и соцзащиты проведена 64 проверки. 8 из них внеплановые. В итоге руководители четырех объектов малого бизнеса были оштрафованы на сумму 250 тысяч тенге. Однако немало и тех, кто устранил указанные в предписании незачеты. Таковых по областному центру свыше 15. В их числе филиал Каспий Банка, Жилстрой Сбербанк, ЖТСУ, Водоканал, Облсуд, а также мелкие магазины и парикмахерские. К другим темам. Должников к ответу. Стражи правопорядка Алматинской области и судебные исполнители объединили свои усилия в борьбе с нарушителями правил дорожного движения, не выплатившими наложенные на них административные штрафы. Миллионы тенге заложали в бюджет автолюбителей, нарушившие правила дорожного движения и получившие протоколы о взыскании, с них штрафов. Как выясняется, не все граждане спешат в кассовые отделы, в связи с чем полицейские вынуждены отправлять материалы дела судебным исполнителям. Вместе с ними в рамках ОПМ Борушкер формируются мобильные группы. Они выезжают на самые оживленные автотрассы и буквально отлавливают должников в автомобильном потоке. Очередной этап охоты за неплательщиками будет проходить в течение нескольких дней. Только за первый день бюджет пополнится сотнями тысяч тенге. Проводится оперативно-профилактическое мероприятие Борушкер совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей. Проводим данную акцию, в рамках которого используются комплексы Криспи. Останавливаются транспортные средства, ранее которые наложены аресты, имеющие за административные правонарушения, то есть неиспользованные постановления. Хотелось бы отметить, что комплексы Криспи используются для тех автотранспортных средств, на которые ранее наложены аресты. То есть скоростной режим в данной акции не используется. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся 21.30. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ